Вор Андрей Казаков 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 и компания распивали алкоголь. Потом им захотелось разнообразить досуг. Стоит отметить, что будущий вор в законе был в стихии на образовавшейся очереди четвертым по счету, что указывает на его не очень высокий статус в неформальном молодежном объединении. Следствие и суд тянулись почти два года. Это дало возможность Андрею Казакову избежать, как правило, беспредельной малолетки. Вор Андрей Казаков Вор Андрей Казаков Вор Андрей Казаков Такое решение приняли, закрыв глаза на все темные пятна в биографии. Тимур Свердловский, Мерзоев, Гиза, Кардава, Никага Гринский, Дге Буадзе, Гела, Кардава, Мацак, Гварамия, Гоги Питерский, Джанелидзе, Эмиранчик Белийский, Качем. Вместе с ним в один день в семью вошел Ары Армавирский, Мурадян. Дальнейшая судьба Андрея Калиниградского сложилась удачнее, чем у собрата. Его не задерживали и не арестовывали, а с делами Ары сегодня вовсю разбираются следователи. Добро на важные действия дал сам дед Хасан, Усаян. Хасан и раньше справедливо упрекали, что он частенько закрывал глаза на моральный облик многих протяжа, прощая им серьезные косяки в обмен на беспрекословное подчинение благодетелю. Андрей Казаков тому яркое подтверждение. Возвращение в Калининград триумфальным не получилось. Новоиспеченному вору полиция сразу же дала ясно понять, что не желает больше не только видеть вору в законе, но и слышать о нем. Для Андрея Калининградского, заимевшего второй погонялый Чили, начался период странствований по миру. Как только Чили покинул Калининград на его вакантное место воровской мир направил его Калининградского, Гоглиев. Уроженец южно-осетинского Цхинвала некоторое время жил в Черняховске, обзавелся там семью и хорошо изучил местные условия, но полиция не приняла во внимание стремление вора проживать рядом с женой и тремя детьми, а решительно указала ему на дверь. Область вновь осталась без присмотра. Ило вместе с Осетриным-младшим, сыном несколько раз депортированного из Калининграда Эдика от Белийского, вскоре попадется столичной полиции с наркотиками. Крестный отец весь следующий год Чили путешествовал с одной сходки на другую и подписывал прогоны. На годовщине дня смерти Томаза Сухумского, Пепе, он стал крестным отцом для законников Кали Томского, Кузьмичева, Рома Ставропольского, Дмитриев, и еще для девяти воров, самым видным из которых оказался намек Бакинский, Салифов, младший брат лидера азербайджанских воров Лоту Гуля. Часть из них очень быстро после убийства Хасана потеряли позиции, а дискредитированный в Хакасской колонии француз, французов, предпочел выброситься из окна многоэтажки. Кроме того, Андрей Калининградский приложил руку к раскоронованию воров из конкурирующего клана в лице Паштета Минского, Алексеевич, Жоры Кутаиского, Мжаве, Гисам Трецкого, Вашак Мадзе, Иотари Краснодарского, Кублашвили. Со дня расстрела Хасана около московского ресторана утекло много воды. Сейчас крестные отцы Чили сами находятся не в фаворе. Недавно никак Гагринский не зложен ворами абхазского происхождения Астиком, Шамбо, Хасиком, Авидзбо, Ипизой, Бортзбо. Даже некогда всесильные гелы и тут ныне находятся под конфликтом. Для умершего Тимура Свердловского и его раскоронованного соплеменника Изида Миранчика от Билийского любая игра уже закончилась. Суд воровской чести в сентябре 2013 года состоялся своеобразный суд воровской чести. Обличители, включая измазанного грехами молодости Чили, попытались установить виновных в убийстве деда Хасана. Подозрения Полина Ровшина Леонкаранского, Джанев, Итахи, Углава. Чили в числе всех присутствовавших поставил подпись на документе, в прежние времена означавшим неминуемую смерть для осужденных. С Ровшаном так вскоре и произошло. Тахи, осужденный в Чите, получил отсрочку приговора. Он сидит в безопасности на своей территории. За прошедшее после вынесения приговора 4 года, в воровском мире все поменялось. Теперь бывшие судьи могут вполне могут поменяться местами с обвиняемыми. Вероятнее всего, что начнут с таких подписантов, как Андрей Калининградский. Пока Тахи разбирается с новым обвинением в создании и опку участников той сходки остается время надежно спрятаться. Андрей Калининградский сейчас живет в Турции, общаясь в основном с Гелой и Гейгальским. За ранде троица пребывает в постоянном напряжении. Глядя на личность Андрея Калининградского приходит мысль о скором закате воровской идее, не дотянувшей века с момента рождения. Во всяком случае, вывод о том, что с годами воровской мир мельчает, вполне закономерен. Может быть, скоро в нем окажутся дворники или санитары. Просто так, для количества. Во всяком случае, барыги с деньгами путь туда уже проторили. Подпишитесь на данный канал, и поставьте лайк. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok